МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые депутаты парламента, члены Совета Республики, уважаемые соотечественники и гости. Как глава государства считаю своим долгом подробно и основательно озвучить перед народом Беларуси, международным сообществом, позицию происходящих вокруг нашей страны процессах. Обозначить направление будущего развития, исходя из складывающейся ситуации. Те заявления, которые сегодня прозвучат, станут базовыми принципами белорусской государственной политики, ближайшей перспективы и обязательны к реализации всеми органами власти и управления. Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни Тротила, ни Манкуртов. Поэтому боятся новых разоблачений в показаниях, как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. А пробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов. Сейчас наступило время открыто и публично сорвать маски, честно и откровенно сказать о том, что происходит. Чтобы понять и оценить явления и факты, их надо рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости. А для этого надо начинать оттуда. Ну, хотя бы с пандемии и выборов. Сегодня все страны, большие и малые, выходят на новый, во многом неизвестный этап. Каким будет мир, я уже много раз говорил, потом, завтра, послезавтра, никто не знает. И мы с вами тоже. Современный мир столкнулся с новым вызовом. Пандемия не только убивает людей, но и деформирует сознание. Она перекраивает всю систему мироустройства, ломает сложившиеся экономико-логистические связи. Скажу больше, под шумок сильные мира сего ведут передел сфер влияния. И голоса средних и малых государств никого не интересуют. Вопросы решаются прежде всего за счет благополучия и национальных интересов этих малых и средних народов. На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетели. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором. Мир только начинает расхлебывать последствия остановки всего. Производств, образования, торговли. Недаром бытует поговорка про то, что нужно видеть дальше собственного носа, смотреть вперед, когда все смотрят под ноги. В то время, как почти весь мир был закрыт, мы смогли обеспечить работу всех важнейших систем и не загнать людей в четыре угла. Почему обрушились на Беларусь? Потому что не сделала, как все. Не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту. Действовала, в первую очередь, в интересах людей, а не чьих-то глобальных финансовых амбиций. Сегодня понятно, что мы оказались правы. Масштабная тяжелая работа по защите людей продолжается и сегодня. Сейчас на повестке дня вакцинации населения. Это тоже стало возможным благодаря общим усилиям ученых, медиков, активному взаимодействию с россиянами. Очевидно, что на этапе выхода из пандемии западное общество недовольно тем, как происходит этот выход, как их защитили, как распределялись там, на Западе, средства, как идет вакцинация, словом, как спасают и лечат людей. Именно поэтому для Запада важно показать, что нет лучших примеров, где к людям, их правам и здоровью относятся лучше, чем у них. Их позиция сегодня даже на мелочах, они уже мелочиться начали. Об этом ниже поговорим. Отвлечь от того, что происходит у них. Наша позиция по пандемии – это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами за локдауны, за заточение людей, Беларусь, тем более экономически живая, им поперек горла. Вот и атакуют. Войну мировоззрений мы, наверное, выиграли. При нем самые жесткие меры мы в зародыше подавили волну неонацизма. Они хотят ревизии именно сейчас. Их ложное убеждение о верховенстве, право, ничего не стоит на фоне попыток оправдать нацизм и переписать историю. Но наша сила в правде. А их, с позволения сказать, правда – в силе. Беларусы, как нация, доросли до того, чтобы видеть корни нашего самосознания. Оно растет из великой победы, когда наш народ противостоял геноциду. Теперь мы плотно взялись за эту тему и расследуем, ничего не скрывая, представляя народу виновных. Мы не будем больше стыдиться, как это было в период Советского Союза. Мы откроем все, что здесь происходило. Наши действия по разоблачению преступников могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны. Мы что, зря предупреждали об усилении экстремизма? История с попытками государственного переворота, физического устранения высших должностных лиц, изоляции руководства Беларуси – наглядное тому подтверждение. Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну. Как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада – это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете почему? Не потому, что я или вы – все мы такие крутые, или у нас лучшие спецслужбы в мире, хотя это отчасти и так. А потому, что Беларусь – это сильная и независимая страна особенных, гордых людей с обостренным чувством справедливости. Много криков о диктатуре. В чем она проявляется? В том, что не допускаем вандализма, надругательства над государственной символикой, разрушения национальных основ и традиций. Государство всегда будет на страже интересов народа, каждого человека. Любая попытка разрушения, благополучия людей будет пресекаться. И в ситуации с посольством Латвии, которое в полном составе было выдворено, Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство, имеющее на это право. Если раньше с помощью санкций они пытались нас воспитывать, то теперь, когда у них ничего не вышло, они хотят нас убить. Государственный аппарат привык работать в условиях санкций. А чтобы вбить клин между обществом и государством, сегодня ставка делается на так называемые вторичные санкции. Конечно, их цель – ухудшение жизни людей. В связи с этим мы будем всячески пытаться защитить своих соотечественников, до каких бы границ не дошли инициаторы нападения на Беларусь, какие бы новые триггеры не запускали. Кстати, недавно они нашли новый. И не просто нашли, а искусственно его создали. Я имею в виду тему с рейсом Афины-Вильнюс. Тема, набившая уже за короткий промежуток времени у многих оскомину. На фоне той информационной вакханалии, которая продолжается вокруг ситуации с его аварийной посадкой, считаю необходимым внести ясность. То, что происходит сегодня, переходит все границы здравого смысла и человеческой морали. За двое суток мы получили шквал диких обвинений от угона самолета до государственного терроризма. Причем, не дожидаясь итогов расследования инцидента, отвергнув все предложения о международном сотрудничестве, они требовали от нас международного расследования. Было все на ваших глазах. И когда мы согласились, они быстро сами отказались. Помните, после выборов, требуем пересчета голосов. Хорошо? Нет, нет, это не главное. Требуем новых выборов. Ну что ж, пойдем на новые выборы. Нет, не надо. И что потребуем в конце? Добровольный отказ от исполнения своих обязанностей президентом. Добровольный отказ от власти. Узнаете почерк? Точно такой. Почему они так ставят вопрос? Ну догадайтесь, как говорится, сами с трехвяз. А вообще, как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов. Вы живете в Беларуси. И знаете, каждый день минируют в кавычках то школы, то университеты, то предприятия, да и самолетов с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информацией. Особо отмечу, сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа. Из Швейцарии. Причем, сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Это не только в наш аэропорт. Одновременно в аэропорт вылета, в аэропорт назначения и к нам. Информация была оперативно доведена до экипажа самолета. Иначе по международным правилам быть не могло, потому что в это время самолет пересек границу Республики Беларусь и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилота самолета. Мы вынуждены были ее опубликовать. Хамас, не Хамас. Это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? А как бы в такой ситуации реагировали Соединенные Штаты Америки? С учетом своего печального опыта, я скажу вам больше. Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Здесь есть военные люди. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей. Я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь. Если бы самолет был заминирован и было желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли в этом. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей после того, как мы еще не забыли, эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь. Алгоритм действий в таких случаях только один. Немедленная посадка самолета и спасение людей. Мы действовали в строгом соответствии с международными авиационными правилами безопасности. Это признают специалисты и эксперты. Но решение принимали не мы. По всем правилам и инструкциям решение принимает командир экипажа. И мы предложили помощь. командир экипажа, заметьте, четверть часа думал, советовался с хозяевами, мы это знаем, и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Пусть опубликуют эти данные. Не мы же их должны публиковать. Он же советовался с хозяевами. Пусть, как мы, возьмет и завтра стенограмму этих разговоров опубликует. Это будет очень интересно. Вы представляете, 15 минут такой ситуации, даже может больше, он созванивался и советовался. В итоге принял решение. Как я уже сказал, за это время самолет Нижеслуцка находился, прилетел до Лиды и за Лидой уже у границы. с Литвой развернулся и пошел на посадку в Минск. Мы уже даже не ожидали, что он будет наши условия и наши предложения принимать. Мы думали, он пойдет уже на посадку в Вильнюсе. И полиция Литвы, заметьте, данный факт признала. Но почему командир экипажа решил посадить самолет в Минске, надо спросить у него и его руководства. Маневр с разворотом, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров. А это фактически с большой высоты самолет должен заходить на посадку, что он и должен был делать. А до Минска около 200 с разворотом. И все это выглядит по меньшей мере нелогично. Но вообще-то мог полететь же и у Варшавы. Мог развернуться полететь в Афины. Это дело экипажа. Но они приняли решение посадить самолет в Минске. А теперь главный вопрос. Почему никто не захотел принять самолет? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов, когда мы сообщили о заложенной зарычатке не Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске? Меня обвиняют в том, что я направил МиГ-29, якобы вынудивший пилота посадить самолет. Абсолютная ложь. Абсолютная. Истребитель был поднят в соответствии с алгоритмом действий дежурных сил ПВО. Это знают во всем мире. Это не ноу-хау в Беларуси. Так делают везде. В связи с этим алгоритмом в целях контроля и обеспечения безопасности полетов был поднят МиГ-29. Он должен был не допустить, ни в коем случае не допустить отклонения гражданского судна с взрывчаткой. Мы же его так воспринимали, пока мы не исследовали его. Отклонение от курса. Если вдруг что-то случилось, он должен был передать МиГ-29 координаты нашим спасателям, вертолетам прежде всего, которые мгновенно должны были прибыть в точку падения самолета. Если вдруг. И более того, этот самолет, если нужно было, должен был обеспечить связь гражданского самолета с диспетчерами. И если вдруг, не дай бог, что случилось, и проблемы возникли у пилотов с посадкой самолета, он должен был вывести этот самолет на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Минск. Кому это надо объяснять? Причем после того, как экипаж иностранного судна развернул самолет, и борт уже приближался к Минскому аэропорту, был поднят МиГ-29. Спасибо, вы сказали, за это. Мы обязаны были так поступить, чтобы обеспечить безопасность, как в воздухе, и самое главное, о чем я вам откровенно сказал, на земле. Если бы в Соединенных Штатах Америки сегодня гражданский самолет отклонился от курса и пошел, как вот у них там была катастрофа, помните, в сентябре, в закрытую зону, его бы сбили без всяких разговоров, чтобы предотвратить гибель людей на земле. И они после этого мне начинают предъявлять претензии. Мы делали все, чтобы спасти людей. На следующий день, после инцидента, на всеобщее обозрение поминутно и посекундно были представлены схемы полета. Там все ясно и понятно. Кстати, после этого они отказались от так называемого международного расследования. А что расследовать? Читайте. В данном случае действия своих военных, подчиненных, я оцениваю как суперпрофессиональные, оцениваю на отлично. Они были мной одобрены после личного доклада дежурного пункта управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Далее. Все мероприятия по досмотру самолета и пассажиров проведены максимально корректно и быстро. Как мне доложили, никаких жалоб с их стороны не было. Весь этот процесс у меня был на контроле. Три человека, летевшие в Беларусь через Вильнюс, воспользовались ситуацией и вышли в Минске, чтобы не возвращаться сюда из Литвы. Понимаете, о чем речь? У них билет до Вильнюса, а потом они хотели на завтра аж вернуться в Беларусь. Ну и здесь сфабриковали очередной фейк о том, что это сотрудники КГБ. Я распорядился немедленно найти этих людей и генерал Тертель к вечеру того дня их представил. Вы их видели. Если кто-то хочет уточнить, подменили мы их или нет, пожалуйста, уточните. Он же прекрасно понимает, что везде на видеокамерах в Афинах везде-везде их лица зафиксированы. Документы и паспорта на руках. Подменить невозможно. Они, кстати, это и не подвергают сомнению. Так какие же они чекисты? Среди них обычные люди. Двое наших, один грек. Мы их вам показали. Да, двое задержанных, один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопросы. На какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщества. Вы знаете, что это за люди, чем они занимались. Мы тоже вам и их показали, и их работу тоже. В общих чертах. Председатель будет КГБ выступать здесь. Я думаю, он уже сегодня сможет что-то хотя бы в общих чертах сказать об этом, поскольку идет следствие. западные защитники должны ответить на вопрос, кто ему платил за участие в войне на Донбассе. Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. Да он особо это и не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж. Вы должны понимать главную вещь. Кто подвергает это сомнению, кто выводит нас на другие версии. В самолете находился террорист по нашим законам, о чем знали далеко за пределами нашей страны. Его роль в антибелорусской кампании известно. Согласно законодательству этот человек внесен в список террористов, его организация признана экстремистской. Кому это неизвестно? Неизвестно, теперь будет известно. И то, что мы его гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, это наше суверенное право. За свои преступления каждый ответит по закону. Я это не устаю повторять два года. Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом дело времени. Они хотели убить нас. Ладно нас, мы солдаты, но сколько бы тысяч, сотни тысяч погибло, если бы мы в прошлом году не выстояли. Поверьте, каким бы ни было давление на нас с террористами будем разговаривать на том же языке, на каком с ними разговаривают во всем мире. Это тоже не наше на ухо. И еще, скажу честно и откровенно, вне зависимости от того, была бы или нет в самолете взрывчатка, но если бы соответствующие службы мне доложили, что на этом борту находится террорист, я незамедлительно бы отдал распоряжение о посадке борта и изъятие мерзавца из самолета. Да, так поступают везде, и в США, и в Европе, и в Азии. Поковыряйтесь даже в интернете и вы найдете сотни тому примеров. За это можете мне претензии предъявить. Только вот я не припомню, чтобы Европа также возбудилась, когда, например, в 16-м году украинские власти вынудили посадить наш самолет, чтобы снять с борта гражданина Армении. Помните этот случай? И там ведь был целенаправленный умысел операция спецслужб, угроза экипажу и пассажирам истребителями перехватчиками. Мы также вам напомнили это, опубликовав разговор диспетчера с командиром нашего судна. И еще один информационный бред. После посадки в Минске экипаж и пассажиров якобы длительное время удерживали вооруженные люди. Отмечу, то, что лайнер вылетел только в девятом часу вечера, а не сразу же после досмотра, это вопрос к экипажу и его командиру, который в течение семи часов после досмотра и исследования нашими спецслужбами самолета не хотел улетать с нашего аэропорта. С кем-то постоянно созванивался и советовался. Почему они тянули время? Думайте сами. может координировали свои действия бешеные? В итоге за то, что мы сделали все, чтобы уберечь от беды 130 человек и в очередной раз пытались спасти Европу, нас же снова обвинили. И еще не могу не обойти этот вопрос, чтобы уже не было недосказанности и вопросов в том числе у вас и особенно тех, кто сегодня постится в интернете по этому поводу заявляя о том, что это была операция спецслужб, ну, как они прямо говорят, КГБ Республики Беларусь, обвиняя меня в этом. Мол, белорусы спецслужбы провели спецоперацию. Я должен сказать, ребята, вы нам льстите. Вы нам просто льстите. Спасибо. Если это операция, то обратите внимание, она прошла без сушка и задоринки. В том смысле, что мы не нарушили не только какие-то соглашения и законы международные, ни одного международного права. Мы даже не нарушили ни одной инструкции. Я бы был не против. Если уж абсолютно откровенно. А давайте вместе попробуем ответить на главные вопросы. Кому выгодно такое обострение? Тем более накануне заседания Совета Европейского Союза. Ведь не успели шасси заминированного самолета коснуться взлетно-посадочной полосы аэропорта Минск, как со стороны коллективного Запада во главе с Вашингтоном посыпались как под копирку написанные категоричные, более того, совершенно абсурдные обвинения. Вы это заметили? До вечера. До вечера все это высыпали, пока пилот сидел у нас и 7 часов не хотел улетать отсюда, созваниваясь с кем-то. И были приняты некие решения по запрету полетов над нашей территорией. Слишком уж очень быстро для европейской бюрократии. А вы, депутаты, знаете, что такое принятие решения в Евросоюзе. Годы проходят, не могут элементарные решения принять. 4 тысячи, я помню, случаи с Африки переплыли Средиземное море, они эти 4 тысячи, среди сколько их там, 27 стран в Евросоюзе, 4 тысячи делили несколько месяцев. Не могли пристроить людей. А тут мгновенно все сделали. Что это, если не спланированная провокация против Беларуси? Некоторые нас пугают. Не будут летать над территорией Беларуси. Да Господь с вами. Мы не Россия. Нас можно облететь из севера и с юга. Есть маршруты по Балтике, по Черному морю. Можно летать этими маршрутами в Москву, Питер, Казань, Токио, Пекин. Куда хотите, можете летать. Если устраивает, летайте. Помните расхожее советское выражение. Летайте самолетами аэрофлота. Я добавляю, если вам не выгодно Белария. Да и рычагов таких у нас нет, чтобы заставить вас летать там, где мы хотим. И честно говоря, мы не особенно переживаем. Только не забудьте недавнюю историю, когда в известном регионе, там, где они собираются летать, погибли совсем недавно 300 человек. Кстати, на злобу. И где результаты расследования? Кто угробил 300 человек? Малазийский, по-моему, Boeing. Если вам безопасная Беларусь бельмо, то теперь это ваши проблемы. И еще, что касается наших полетов в Европу, они тоже закрыли для нас возможность летать в Европу. Но у нас их и так почти не было. А если были считанные единицы, ну, я так подумал, сейчас хоть экспорт революционных идей будет меньше оттуда. Да, вы вроде сами хотели и турпотоки, и контакты между людьми, а мы им какой-то безвиз, мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их и ловить. А летать мы можем по другим направлениям. Есть Россия, Китай, Индия, другие страны, восточном направлении, южном, северном. Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом. Нам никто это не запретит. И возвращаясь к теме рейса, мы ведь сразу заявили о своей готовности пригласить экспертов ИКАО, ЕС, ООН, да хоть НАТО, кто там еще? Всех, кто сомневается или старательно делает вид, что наши службы работали не в соответствии с международными обязательствами, но стоят на коленях и оправдываться мы не будем, потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет в том, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик. У нас только один вопрос западным политикам. Вы это экспромтом делали или все готовилось заранее? По-моему, логический вопрос. И еще. Какие сценарии этого, с позволения сказать, инцидента планировались? Повод для витка агрессии? Для экономического шантажа и давления? Или это, как я уже сказал, должен был быть новый триггер для протестов в Беларуси? А может быть первое, второе и третье? Скорее всего. И выбранное накануне саммита Евросоюза время, это что? Тоже совпадение? Смею вам заветить, у меня есть неопровержимое доказательство того, что накануне этого саммита по введению санкций, не только против России, это был главный вопрос, это мы уже им добавили в повестку дня и о Беларуси, шел спор, ставить в повестку дня, не ставить. Ну, обсудим, решили. Почему? Потому что не было единства, потому что в Евросоюзе, к счастью, пусть немного, но есть здравомыслящие люди, понимающие, что происходит. И они не могли договориться о введении против нас санкций. У меня есть абсолютно точное, достоверное, документально подтвержденная информация о политике, прежде всего, о галтелых Литвы, Латвии и Польше. Они торпедировали все страны Европейского Союза и требовали введения санкций против нас. Польша вообще себя ведет разнузданно и непорядочно. Вы видите на поверхности, что они творят, эти политики. С другой стороны, я уже могу это и должен сказать, они ползают у границы и нам предлагают, ребята, это политики там, это политики, давайте дружить. Пожалуйста, мы не против, давайте дружить. Я же на вашей стороне. С одной стороны идет вот такое вот неприкрытое, оголтелое давление для того, чтобы убедить свой народ, чтобы укрепиться нынешней власти, потому что там полный бардак и та власть вообще не власть в Польше. Надо же зарекомендовать себя. Взялись за Беларусь. Так вот, одни говорят одно, другие другое. Вот такая вот политика. И последнее, что я хотел в этом плане сказать. Если все так, и вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте, компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитерроры, другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Нам надо за это заплатить. Вывод можно сделать один. Всему миру понятно, что против нас развязанное, повторяю, многоплановая, многоуровневая, гибридная война. Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Я хочу, чтобы вы слышали и понимали. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие, необдуманные движения, вспомните, что Беларусь это центр Европы. Самый настоящий центр. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная война. Мировая война. Предыдущая, кстати, кто не забыл историю, тоже начиналась отсюда. В этой войне, если уже хотите знать мое мнение, мы не рассчитываем на победу. Если мы останемся в одиночку, мы никогда не будем в одиночку, вы понимаете. Но даже если в одиночку, наша цель, мы открыто об этом говорили, нанести неприемлемый ущерб противнику. Это у нас записано в военных документах. Концепция безопасности, законы и так далее. Поэтому прежде, чем бряцать оружие у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее, а тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу, неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит. И для вас тоже. Отдаете ли вы себе отчет своим действиям, ведь знаете, что справедливость на нашей стране, и отвечать все равно придется. Остановитесь. Откровенно скажу, нас ждут непростые времена. На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого не хотим. Мы этого наелись. А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора. вас надо остановить сегодня. Потому, что завтра может быть поздно. И об этом должны думать не только мы. И эта задача не только Беларусь. Вот беларусов требуется одно. Правильное понимание ситуации и единство в обществе. Всякие санкции, временные трудности, мы с ними справимся, как это было до сих пор. Правда, нам предлагают 3 миллиарда за перемены. Слышали об этом? Эти 3 миллиарда пылятся где-то на полке уже 10 лет. Все нам обещают. Это лишь треть стоимости, к примеру, нашей атомной станции. Всего лишь треть. Что они потребуют взамен? Требуют реформы для уничтожения беларусской экономики. 3 миллиарда за реформы. Звучит красиво. Но суть реформ, вы знаете, не мне, вам, депутатам и нашему экспертному сообществу, политикам и приглашенным дипломатам это объяснять. В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки. Примеры надо на юг посмотреть. Но нам нечего. Все говорят, вот будет как в Украине. Родные мои, не будет как в Украине. Украина богатейшая страна. И богатство ее вы знаете. И во что ее превратили, вы тоже видите. Как я сказал, за примерами ходить далеко не надо. Те же миллионы украинцев стоят на западной границе вымаливая кусок хлеба. Трудолюбивейший народ, я это знаю лично, по своей военной службе и после службы по гранвойсках я очень много имел знакомых людей, а Украину я проехал доли поперек. А местные олигархи Украины пока нищие стоят с протянутой рукой и не только пенсионеры. Местные олигархи тем временем по заказу западных компаний вывозят эшелонами украинский чернозем. Совсем как первую и вторую мировые войны. А нам надо сплотиться и выстоять, идти своим путем туда, где нас ждут, где наши рынки сбыта, где нам будет комфорта, где для нас открыты двери. Мы наметили меры, они будут связаны с развитием. Все совсем неплохо. Честно скажу, даже неожиданно неплохо на сегодняшний день на внешнеэкономическом векторе. По сути дела не хочет Запад быть нашим соседом. Не надо. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях, на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азии. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии. Ее форпостом. За прошлый год взаимоотношения Запад-Восток оказались в низшей точке. И мы испытываем в связи с этим высокое напряжение, которое нагнетается большими странами. Нас стремятся разорвать и перетянуть. Но важно устоять и тем самым стать сильнее. Я не раз говорил, суверенитет и независимость стоят дорого. Помните? Сегодня каждый беларус не на словах а на деле может ощутить цену нашей независимости на фоне обострения конкуренции в мире. Независимость свою всем без исключения народам бывшего Советского Союза пришлось отстаивать в горячих войнах, в потасовках, в мятежах, цветных революциях. Только Беларусь осталась нетронутой в этом плане. Попробовали и получили по зубам. Вот такая политика должна быть и впредь. Мы должны сохранить свою страну и передать ее своим детям в нормальном состоянии. Мы не можем передавать проблемы детям и внукам. Мы их должны решить, потому что время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной уже ледяной войны. И выстоять может только то государство, которое само не поддастся гибридному давлению. Наша сильная сторона искренность, честность и порядочность. Но ниже и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах. Но обращаюсь ко всему мировому сообществу. Нет смысла шатать Беларусь. Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами. Они недооценивают, что параллельно с этапами цветной революции мы проходим этапы взросления общества. Слушайте, да каких цветных революций? Вот формируя сегодняшнее выступление, я так понял, что люди просто не читали философские труды наших великих деятелей, в том числе и создателя первого советского социалистического государства. Он очень четко говорил о революции. Что такое революция? Когда она возможна при обнищании, при обнищании он писал нужды и бедствий угнетенного класса. Читаю нормального человека, если выше обычного нужда и бедствий, это первый признак революции. И самое главное, многие вспомнят, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-старому. У нас, что эти коренные признаки были революцией, не было, но самое главное, революционеры, то где, я же вам говорил два года назад перед выборами, революционеров, нет, есть жулики, жулики, которые сбежали за пределы страны и сегодня выпрашивают, грантососы, каких журналисты наши называют, выпрашивают подаяния на Западе на свое существование, притом не безбедное. надо Иван Станиславович показать объекты собственности этого жулья уже за пределами, да и здесь надо показать, у нас они есть, мы как-то обсуждали этот вопрос. Эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящее, появились патриотические организации, они и были, проснулись, можно сказать, зубастые по-настоящему средства массовой информации и журналисты, и притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете и работать успешно, дай Бог не перехвалить. Для всех прояснилась государственная позиция, выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве. Появилась принципиальность позиции нашего народа по ряду вопросов, затянулись бреши безопасности, усилилась защищенность тех категорий лиц, от которых зависят наша стабильность и развитие. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Экономика восстанавливается, премьер об этом скажет. Растут реальные доходы населения, зарплата, пенсии не так быстро, как нам хотелось бы, но иначе и быть не могло после ошалевших в мире людей в связи с этой так называемой пандемией. Но запомните, жить в проголодь как это было в 90-е, мы никогда не будем. Вместе с тем хочу предостеречь от самоуспокоенности и самолюбования. Сегодня мы должны бежать еще быстрее, мобилизоваться по максимуму. Кое-кто говорит о запросе на некое новое государство. Никто не запрещает, никто не закрывает эти запросы, но позвольте спросить, а с чем не справилось наше государство. Годами выстроена система государственной власти и управления. Все ее элементы выдержали мощный стресс-тест последних полутора лет. Государственное здравоохранение обеспечило масштабную медицинскую помощь. В период пандемии граждане не почувствовали недостатка в средствах, медикаментах, койках. Отечественное образование в очередной раз подтвердило свой уровень в период международного кризиса. Наши специалисты как никогда востребованы и не только внутри страны. Бесперебойно работают все службы жизнеобеспечения. Расширяются торговые сети, постоянно повышается качество услуг. Мы ремонтируем дороги, строим дома, благоустраиваем города и населенные пункты. Послушайте, может быть не так, как хотелось бы, но мы это делаем. Объективно больше не можем. Знаете почему? При этом мы понимаем, что ставки растут и оппоненты не откажутся от новых, еще более радикальных методов. Власть реагирует и в дальнейшем будет быстро и жестко реагировать на возникающие вызовы, даже если кому-то это не нравится. Государство при любой чрезвычайной ситуации сможет обеспечить безопасность для жизни и благополучия людей. Страна должна уметь себя защищать и формировать свою повестку дня. Не важно кто у власти, Лукашенко или кто-то другой, они будут нас давить. Их цель белорусский народ, который они хотят уничтожить, растворить, чтобы затем перейти к удушению своего давнего заклятого врага, русского человека, россиянина. Слушайте, новое что-то? Нет. Формы изменились. Мир изменился, поменялись формы. Формы неоколониализма и того же стремления устроить здесь геноцид. Как было 80 лет тому назад на злобу. Возвращение белорусского общества в прежнее довыборное состояние уже невозможно. Как показывают события последних двух дней спокойно нам жить не дадут. Будут провоцировать и обвинять, требовать, наклонять, ломать. Но нам надо выстоять. Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола в обществе по любому признаку национальному, религиозному, другому. При этом на управленческом уровне необходимо расширять возможности для самореализации патриотически настроенных активных граждан. Делать их соработниками государства. Тем более в ментальной памяти белорусского народа есть понятие толоки и опыт совместного добровольного труда и взаимопомощи. Государственный аппарат в этих условиях должен работать как никогда слаженно и наступательно, реализуя те задачи, которые мы для себя определили на 6-м Всебелорусском народном собрании. Но должна быть гибкость. Мы видим, как порой молниеносно может измениться обстановка. Нам надо уметь реагировать на любые изменения, но так, чтобы не сбиться с основного курса. Должен быть объективный анализ обстановки и прогноз ее развития на несколько шагов вперед, хотя бы на несколько. И действовать будем в тех условиях, которые складываются без паники и нытья. Вся эта острота, которая сегодня вокруг нас, через две недели забудете. Соорудят новую, создадут новую обстановку и ситуацию и начнут поститься на ней, вылавливая оттуда свои интересы, а если даже не интересы, то рейтинговые очки. Как у них говорится. Работа на местах с обществом важнейшее направление деятельности депутатов всех уровней. За каждым из вас стоят десятки тысяч граждан. Задача депутата чувствовать их запросы, настроение, учитывать их предложения в разрабатываемых законах при необходимости проявлять законную инициативу, законодательную, исходя из видения актуальных задач и запросов общества. И самое главное сегодня, уважаемые депутаты, сенаторы, вы должны стать рупором независимого, суверенного и цивилизованного государства. Людям надо нести правду. Правду в массы, как когда-то это говорили. Правительству следует дать самый эффективный ответ на санкции. Прежде всего защитить наших граждан от потрясений и не допустить ухудшения социальных благ. Я тут не прозываю к тому, чтобы мы сейчас закрыли границы, начали бомбить, молотить все подряд. Нет! Мы должны все просчитывать. Даже богатые страны себя так не ведут. Посмотрите, на Китай, даже на те же Соединенные Штаты Америки. Они отвечают, но чтобы не было вреда для нас, для них, в том числе, если они это делают. Америка, Китай и так далее. То, что так и мы будем поступать. Слушайте, мы же белорусы, не глупые люди. Но молчать и стоять на коленях не будем. Маневрируйте силами и средствами, меняйте направление приоритеты. Но в целом экономика просесть не должна. Особое внимание сохранению уровня жизни населения, выполнению социально значимых программ и борьба с теми, кто сегодня хочет нагреть руки на проблемах. Это касается и ценообразования, и собственности, и так далее, и тому подобное. Надо продолжать борьбу с собственным жильем. Национальный банк должен выработать меры, чтобы потоком не уходили денежные средства, валютные средства с таким трудом заработанные. Вы посмотрите с этими тутбаевцами. Ну, слушайте, это вообще поразительная вещь. Я не говорю, что там собачьим кормом они перемешали эту валюту. Но свободно вывозят валюту за пределы. Так где Национальный банк? Где Комитет государственного контроля, другие структуры? Новая Конституция. Продолжает работу Конституционная комиссия, учитывая все конструктивные предложения диалоговых площадок, общественных объединений, трудовых и учебных коллективов граждан. Вы знаете, что недавно я встречался с руководством парламента и председателем Конституционной комиссии, мы обсуждали проблемы, которые нужно сегодня решать в Конституционной комиссии. Мы разрулили все вопросы. Я внимательно слежу за работой Конституционной комиссии. Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне открыто, демократично, чтобы не к чему было даже подкопаться. В этом залог легитимности будущей Конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть и не одно. Выходим на обновленную избирательную систему. Мы ее подредактируем, но не так, как некоторые «Ай-ай-ай, у нас плохо, у нас плохая система». Ермошина недавно сказала, если бы она плохая была, она бы два десятка лет не выдержала. Поэтому, исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было для наших людей, для нашей страны. Не надо подстраиваться под всякие венецианские и прочие комиссии. Кстати, если они нам что-то порекомендуют толково, ну Господь с ними, надо брать, мы же умные люди. Еще раз повторяю, но видеть в любом процессе надо свой народ. Нам надо вдохнуть жизнь в регионы. Без сильных регионов невозможно построить сильную страну. Но я уже упрекнул недавно губернаторам, начинайте шевелиться в два раза быстрее. Дисциплина и еще раз дисциплина. Мы недавно с вами встречались, когда я вас предупредил, будет в начале мая неделя погожих дней, когда надо работать день и ночь, чтобы закончить посевную. Но мы до сих пор 3-4% еще не посеяли. И все будут ссылаться, особенно ветерчане, о том, что в поле не влезть. А я же вас предупреждал ночью работать, ночью сеять. Вы это не сделали. Так вот запомните, давление на вас будет только усиливаться, только по вопросам вашей ответственности. Хотел обратиться к белорусам. К вам прежде всего белорусам. Ориентируйтесь на здравый смысл. просто отключитесь на время от негатива, который несут социальные сети, телеграм-каналы. Посмотрите вокруг, оцените все, что вокруг своим умом. Сила нашего народа в мудрости, а мудрость в опыте. Нет испытаний, которые нам не под силу преодолеть. Белорусы в этом убеждались на протяжении веков. И наше время, поверьте, тоже войдет в историю как переломный, судьбоносный период, пройдя который, а я в этом абсолютно уверен, мы сохраним страну. Это время выбрало нас, и нам от него никуда не деться. благодарю вас. Я готов не только отвечать на ваши вопросы, но и фиксировать те вопросы, на которые я не смогу ответить, и искать на них ответы, и информировать вас после того, как найдем на них ответы. Пожалуйста, ваши вопросы. Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте поблагодарить вас за выступление. Но я думаю, надо было сначала помощникам вашим дать выступить, а потом уже вам ответить на вопрос. Я поручил основным нашим, как это они говорят, адептам, выступить и рассказать все то, о чем депутаты не знают. Есть предложение заслушать выступления премьер-министра Республики Беларусь, также руководителей ключевых государственных органов в сфере обеспечения национальной безопасности нашей страны. Ну, а потом президент дал согласие ответить на вопросы присутствующих. Слово предоставляется премьер-министру Республики Беларусь Роману Александровичу Головченко. Пожалуйста, Роман Александрович. Спасибо, Владимир Павлович. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые товарищи, выполняя решение 6-го Всебелорусского Народного Собрания, одобрившего основные положения программы социально-экономического развития страны, правительство приступило к их реализации. Вопреки прогнозистам из западных агентств, предрекавшим нам стагнацию и падение, белорусская экономика набрала неплохой темп. Напомню, основные результаты работы за 4 месяца. Итак, темп просто валового внутреннего продукта составил 102,5% к уровню прошлого года. Обеспечен высокий рост объемов промышленного производства в 111% при минимальном уровне складских запасов. Сохранена устойчивость во внешнем секторе, высокими темпами растет экспорт, обеспечена положительная сальдо внешней торговли более 800 миллионов долларов США. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Значительно улучшились финансовые результаты работы предприятий реального сектора экономики. чистая прибыль превысила 3 миллиарда 300 миллионов рублей против чистых убытков в первом квартале прошлого года. А те организации, которые до сих пор сохраняют убыточность, общая сумма их убытка сократилась более чем в 10 раз. Выполняются все социальные задачи государства. За истекший период доходы населения в реальном выражении выросли почти на 3%, заработная плата на 6%, пенсии на 2,7%. В бюджетной сфере выполнен основной критерий это соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране почти 82%. Не допущено роста безработицы. На фоне оживления экономики растет занятость. Почти 13 тысяч человек трудоустроено на новые рабочие места. Однако эти результаты очень не нравятся тем, кто потерпев неудачу в попытках уличного Блицкрига сделал ставку на разрушение экономики нашей страны и падение жизненного уровня населения как триггер нового витка противостояния. Нас методично пробуют на зуб и ищут уязвимые места не гнушаясь никакими методами. Первая спланированная операция по разрушению финансовой системы страны начавшаяся сразу после провала уличной фазы с треском провалилась. Цель была простая. Отрезав от западных финансовых ресурсов одновременно через широкую сеть провокаторов и агентов посеять слухи о скорой обвальной девальвации заморозке вкладов ну и других ужасах так называемых и тем самым парализовать финансово банковскую систему страны. Этот план не удался. Белорусский рубль не только стабилен но и постепенно укрепляется к мировым валютам. Приток валюты в банке на протяжении всего периода этого года больше чем отток а золотовалютные резервы страны только за апрель выросли на 338 миллионов долларов США и на 1 мая составили 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В этой связи коллективным западом решено форсировать санкционную удавку. На этот раз мишенью должны стать белорусские предприятия. При этом в расчет не принимается, что в конечном итоге это ударит по нашим людям о благополучии которых они якобы пекутся. Не принимаются в интересы нужды своих собственных бизнесов, которые покупают наши товары, либо поставляют продукцию на наши предприятия. Но мы суверенное и самостоятельное государство и способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством подготовлен по поручению президента республики комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Я не буду раскрывать сейчас весь перечень, но полагаю, что он будет весьма болезненным для стран, занявших откровенно враждебную позицию. От эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата и предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей. Уважаемые товарищи, мы, правительство, реалисты и отдаем себе отчет в том, что санкции не будут безболезненны. Нам придется и ускоренно заниматься диверсификацией экспорта и сокращать расходы на непервоочередные задачи и решать целый ряд других вопросов. Но суверенитет и независимость никогда не давались легко. За него надо бороться и быть готовым к трудностям. В заключение я хочу напомнить, что абсолютно все сценарии цветных революций последнего десятилетия от Туниса до Украины заканчивались одинаково. Резким падением уровня жизни по сравнению с дореволюционным периодом, кровавым переделом собственности, сползанием в долговую яму и фактическим переходом под внешнее управление. Кто в этом сомневается, может легко взять статистические данные ООН за соответствующие годы и сравнить эти цифры. Таков итог насильственной демократизации, платить за который всегда вынуждены простые люди. Спасибо за внимание. Уважаемый президент Республики Беларусь, уважаемые участники, то, что сегодня происходит на западном фланге Беларуси, абсолютно не укладывается в нормальную картину международных и межгазутарственных отношений. Бессмысленно пытаться объяснить это классическими парадигмами, завязанными на прагматичность интересы людей, сохранение мира и стабильности в регионе. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров. Едва ли не любая сфера сотрудничества с нашей страной политизируется Западом. Поэтому надо говорить прямо. Сегодня мы под благовидными правозащитными предлогами наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны западных стран. Нормальные с точки зрения здравого смысла интересы самого Запада и его граждан равно как и наших соотечественников молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради достижения указанной цели. И это не страшилки и не искусственное создание образа внешнего врага. Процитирую экс-советника бывшего президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сказанное буквально две недели назад. Украину и Беларусь следует принять в НАТО для того, чтобы ликвидировать серую зону, которая возникла между Россией и странами Севератлантического Альянса. Беларусь это самая сложная задача из всех. Членство в Альянсе в течение довольно долгого времени было немыслимо. Однако, как бы трудно это ни было, США не могут оставить ее Москве без возражений. Конец цитаты. Это слова отставного чиновника, который, кстати, посещал Беларусь. Но он является рупором реальных настроений, битующихся ныне в Вашингтоне и на Западе в целом. И заметьте, речь здесь не идет о правозащитных ценностях, а о конкретных интересах. Такова сегодня геополитическая реальность для нашей страны. Все мы помним, на Всебелорусском народном собрании был четко провозглашен курс на внешний и внутренний диалог, многовекторность, и это все поддержали. Президент и премьер-министр проинформировали о том, как идет внутренний диалог, как развивается экономика. Объективно, как бы ни хотелось беглым врагам независимой Беларуси, наша страна не попала в изоляцию. Мы поддерживаем конструктивные отношения с подавляющим большинством своих партнеров на разных континентах. Наша открытость и настроенность на конструктивное решение возникающих вопросов доведена до внешних партнеров на разных уровнях. Однако, к сожалению, наши объективные аргументы хотят слышать не все. Конкретные действия ряда западных политиков показывают, что после провала попытки с наскока взять под контроль Беларусь, в ход пошли другие инструменты. Санкции, речь идет о четвертом пакете, провокации, финансовая подпитка и содержание беглых марионеток и петрушек. По отношению этих беглых Запад, надо признать, рафинированно действует по известному принципу из романа Достоевского «Бесы» «Кто проклянет свое прошлое, тот уже наш, а не все уже их». Различные сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами прорабатываются с одной целью превратить Беларусь в страну-изгоя. Примеров масса. Огульное шельмование государства, народа, руководство стало обычным явлением на Западе. Жесткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств Европы. Доходит до психологических и физических угроз, оскорняются здания. При этом местные власти предпочитают не замечать подобных действий либо реагируют с опозданием. Даже сегодня в Польше вплоть до того, что готовы поджечь здание. Охрана здания нашего посольства в Вильнюсе вообще открыто заявила, что получила указание не реагировать от политического руководства государства и департамента государственной безопасности. Истерия дошла до прямого надругательства над утвержденными на всенародном референдуме государственными символами, то есть, читай, над чувствами белорусского народа. А как вам предложение латвийского депутата, представителя культурной богемы, взять в заложники сборную Беларуси по хоккею, действительно показатель культурного развития латвийских политиков. И как ни прискорбно, наша соседка Украина бежит впереди планеты всей в санкционном давлении на Беларусь, стремясь заслужить похвалу от известных покровителей. Все это нельзя назвать по-другому, кроме как глумлением над соседом, который никогда не доставлял проблем и всегда строил с тобой конструктивные отношения. Фактически царит закон джунглей. Такой подход совершенно неприемлем не только с точки зрения международного права, но и с элементарных позиций нравственности и морали. Белорусская страна никогда не опускалась до такой низости. Хотя, может быть, и хорошо, что некоторые показали свое истинное лицо. Инцидент с флагом привел к взрыву патриотизма, в том числе и в социальных сетях. Это еще больше нас консолидирует и откроет глаза той части общества, которая поддалась на красивую, но пустую риторику о благих мотивах, прикрывающих откровенно-агрессивные поступки. Надеюсь, теперь многим станет понятно, какой суверенитет они нам готовят. Мы не только будем говорить вам, как жить, что делать, но и под каким флагом жить. Беларусь хотят превратить в лимитрофное государство. Честно говоря, мне лично напоминают это методы отдельных террористических организаций, которые в совсем недавнем прошлом тоже активно всем меняли флаги и насаждали всемирный халифат. На этом фоне искренне удивляет лицемерие деятелей, заявляющих, что, мол, санкции точечные, а не только ради того, чтобы наказать режим. На самом деле санкции уже не касаются режима, а они касаются жизни и комфорта каждого беларуса. Они четко нацелены на разрушение экономики и в конечном итоге на уничтожение государственности. Приведу в этом контексте цитату верховного представителя Евросоюза Борреля. Мы должны осторожно относиться к нашей внешней политике, чтобы она не стала лишь политикой санкций, потому как санкции сами по себе не являются политикой. Красивые слова, но когда стоит четкая цель подчинить, об этой логике напрочь забывают. Если отбросить все мишуру, то у ряда наших контрпартнеров диалог заключается исключительно в обсуждении одного вопроса. И об этом сказал президент. Какие еще шаги предпринять по ухудшению жизни простых беларусов, чтобы они в итоге своими руками не просто свергли власть, а подсадили на трон подобранных за рубежом уток? Здесь уже много говорилось о президенте самолетом. Не буду повторяться, но принципиально важен один момент. Допустим, вы озвучили политические претензии к властям, но что нарушило Белавя? За что вы наказываете конкретных людей? И при чем здесь добропорядочная компания, которая перевозит граждан? Это же ведь та компания, которую вы, шведы, англичане, американцы, прибалты, украинцы и многие другие публично благодарили за содействие в эвакуации своих граждан в разгар пандемии. Сегодня налицо кризис доверия. Мы длительное время терпели, но сейчас, надо сказать открыто, с нашей стороны, не только со стороны властей, но и обычных людей, практически нет доверия к ряду партнеров, которые последовательно ведут двойную литимерную игру. В этих условиях мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечением ядерной безопасности. Ограничения могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций стран Евросоюза, действующих на территории Беларуси. Тем более, что недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил Беларуси и России. На фоне ужесточения санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в восточном партнерстве. Без Беларуси эта инициатива тоже теряет всякий смысл. Предусматриваются и другие меры реагирования. При этом очевидно, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет. Проигрыши останутся все. Такой сценарий имеет только негативные последствия. Несмотря на потуги ястребов и политиканов, которых не заботит будущее нашей европейского региона, мы, как ответственный партнер, все же продолжим искать пути конструктивного взаимодействия. Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии, делать бизнес и путешествовать друг к другу. Поэтому хотелось бы еще раз призвать наших западных партнеров одуматься, проявить благоразумие и прекратить нападки на суверенитет соседней страны, разрушение ее государственности. Проблемы должны решаться за столом переговоров, а не через нагнетание конфронтации и давления. Это наша принципиальная позиция. Но сегодня мы должны четко осознавать, и об этом сказал президент, что против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая гибридная война, в которой мы просто обязаны консолидированно вместе выстоять. Благодарю за внимание, люблю Беларусь. Уважаемый товарищ президент, уважаемые депутаты, приглашенные, несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление на Республику Беларусь, страна живет и работает в нормальном ритме. По нашим оценкам, обстановка в трудовых коллективах, предприятий и организаций, в учреждениях образования в целом здоровая и контролируемая. На фоне попыток изне расшатать экономику, народное хозяйство показывает неплохую динамику. Своих закрытых докладок иностранные спецслужбы и находящиеся под их кураторством подрывные центры констатируют, что, цитирую, власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается. В рядах мятежников фиксируются уныние и апатия. Все отчетливее проявляются скрываемые до поры личные обиды и слоки, обусловленные борьбой за западные гранты. Но это не значит, что за рубежом отказались от планов по свержению власти в Беларуси. Очевидно, что наш противник обладает огромными ресурсами, отработанными технологиями и умением играть в долгую. Добываемая разведкой, контрразведкой, другими подразделениями КГБ информация свидетельствует, что работа по подрыву основ нашего государства в перспективе будет концентрироваться на следующих направлениях. В долгосрочном периоде и под это уже выделены сотни миллионов долларов, ставка делается на отработку целых социальных групп. В первую очередь молодежи, начиная со школьной скамьи, работников медицинской сферы и IT-сектора, предпринимателей, в плане привития им антигосударственных ценностей. На ближайшую перспективу ставятся задачи по внесению раскола в вертикаль власти и особенность силовой блок, поиску предателей в рядах государственных служащих, созданию условий для одномоментного обвала экономики и вывода на этом фоне людей на улице, постоянному провоцированию напряженности, поддержанию протестного потенциала среди своих сторонников. Понимая, что методы так называемого мирного протеста не дают результатов, наши оппоненты последовательно идут по пути экскалации. Отдельные перешли к методам террора и подготовке вооруженных переворотов при прямом участии заинтересованных внешних сил. Подробно останавливаться на этом этапе не буду, конкретные факты широко представленной СМИ ведется следствие. Примечательно, что очевидно немирный характер устремлений к Республике Беларусь политическими кругами Запада умышленно замалчивается. Радикалы, экстремисты, террористы облекаются в ореол правозащитников, журналистов, гражданских активистов и борцов за свободу. Крайне опасный подход, который может бумерангом ударить по его авторам. Работу по данному направлению комитет последовательно наращивает. К сожалению, не все радикалы и их кураторы воспринимают наши предупреждения адекватно. У спонсоров фактически терроризма сохраняется иллюзия безнаказанности и вседозволенности, присутствует уверенность, что их деятельность остается незамеченной. Предупреждаем, это самообман. Отмечаем постоянные попытки найти или искусственно создать пресловутый триггер, который позволит взорвать ситуацию. В качестве такой попытки, по нашим оценкам, необходимо рассматривать инцидент с гражданским авиалайнером 23 мая. Здесь налицо откровенная незаинтересованность со стороны коллективного Запада объективно разобраться в обстоятельствах происшествия, игнорирование очевидных фактов, сокрытие и вольная интерпретация важной информации. Обращаясь к западным политикам и особенно зарубежным коллегам, которые неоднократно убеждались в нашей порядочности, объективности и стремлении к взаимному учету интересов, отмечаю, что лицемерие по указанному событию превосходит все возможные границы и не останется без реакции с белорусской стороны. Скажу только одно, достаточно обнародовать закрытые отчеты и доклады ваших дежурных сил ПВО за соответствующий период, чтобы убедиться в правоте белорусской позиции. Нам известно, вы детально осведены о реальных событиях того дня в воздушном пространстве Республики Беларусь. И, кстати, попадут ли соответствующие отчеты и распоряжения ИКАО для объективного заключения? О якобы журналисте и гуманисте Протасевиче. Да, он задержан, проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика, наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона АЗОВ, связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны. Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны, являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским. Уже сегодня понятны причины истерики его зарубежных хозяев в Литве, Польше, некоторых других западных государствах и Украине, которые гарантировали ему иммунитет от ответственности за совершаемые преступления. Очевидны и их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием. Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, стоящих за ними в спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю свое время, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем. И в завершение нам точно известно, что оказавшись в ситуации, когда благодаря сильной воле руководителя страны внешними силами не достигнуты геополитические цели, не отработаны огромные вложенные ресурсы заинтересованными кругами западных государств и их спецслужбами расчет делается на то, что через две недели, месяц, полгода, может быть, через год мы все-таки расслабимся, утратим бдительность и они получат еще один шанс нанести удар и перевернуть страну. Оправдать их ожидания мы не имеем права. В этих условиях те, кто развязывает эту вакханалию, должны понимать, что мы будем несмотря ни на что жестко и последовательно, бескомпромиссно отстаивать наши национальные интересы. Спасибо за внимание. Уважаемый товарищ президент, уважаемые присутствующие, сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск обеспечена охрана общественного порядка на территории страны, а также реагирование на факты протестных проявлений. В настоящее время обстановка является контролируемой. Вместе с тем, в текущем году в общем массиве преступлений возросло количество фактов заведомо ложных сообщений об опасности. Ложно минируются железнодорожные вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные центры, учреждения образования. По всем фактам организовано соответствующее реагирование и проверка информации. Наши сотрудники действуют так, как должны действовать в реальной ситуации при получении сообщения об опасности. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Уже можно говорить о том, что, как правило, сообщение о минировании поступает из-за предела в Республике Беларусь. Анализ общественно-политической ситуации в Республике указывает на снижение протестной активности населения, что в основном выражается в проведении единичных пикетов, флешмобов и иных акций, которые в последующем освещаются на деструктивных ресурсах. Должен отметить, что все чаще сигналы о данных фактах поступают от граждан, что свидетельствует об их нетерпимости к таким проявлениям. В то же время мониторинг ситуации показывает, что на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, а также работу среди социальных групп, в мессенджерах и соцсетях. Несмотря на постоянное снижение численности состава деструктивных групп, по-прежнему остаются радикализированные лица, которые продолжают свою подпольную деятельность в закрытых как столичных, так и региональных телеграм-каналах. По имеющимся сведениям, сеть таких дворовых чатов находится под общим управлением гражданина Республики Беларусь Матолько, скрывающегося в Литве, откуда он координирует деятельность против государства. В отношении Матолько возбуждены уголовные дела по фактам создания и руководства сформированием и призывом к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Созданный им канал признан экстремистским. Также в ходе оперативно-служебной деятельности выявлена студия польского телеканала Белсад, работники которой занимались подготовкой фейковой информации в отношении органов государственной власти и управления, в том числе в целях компрометации силового блока изъято оформленное обмундирование сотрудников правоохранительных структур, спецодежда работников ЖЭС, макет ОДНЫ для голосования. Особую озабоченность вызывают вновь создаваемые экстремистские телеграм-каналы и чаты, заявляющие главной целью радикализацию малых групп граждан с целью применения насилия, в том числе запугивания травли в сети интернет в отношении различных слоев населения Беларуси, как из-за выполнения своих профессиональных обязанностей, так и обычных неравнодушных граждан. Зафиксированы случаи повреждения личного имущества по вышеуказанным мотивам. По всем фактам организованы необходимые мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц. Данное преступление находится на моем личном контроле. Нами на постоянной основе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов иных лиц, подстрекающих граждан протестом. Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности. Вскрыты механизмы поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров. Возбужден ряд уголовных дел, изъято более 300 тысяч долларов США только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения. В настоящее время подразделения МВД несут службу в штатном режиме. Однако, с учетом поступающей информации усилены меры безопасности в учреждениях образования, на вокзалах, в аэропортах и на иных критически важных объектах инфраструктуры. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск готовы обеспечить безопасность наших граждан. Уважаемый товарищ президент, уважаемые товарищи депутаты приглашенные, сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы. Они характеризуются милитаризацией сопредельных государств на фоне масштабной информационной агрессии. Основные причины устремления Североатлантического и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран-членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов. Интенсивность полетов авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря составляет до 30 самолетов вылетов что обеспечивает введение разведки на всю глубину нашей страны. Количество учений альянсов вблизи границ Беларуси и задействованного в них личного состава демонстрирует устойчивый рост. За последний год их интенсивность возросла более чем в полтора раза. Только сейчас в Европе проводится около 20 значимых учений, в которых задействовано более 72 тысяч военнослужащих, около 3,5 тысяч единиц военной техники, свыше 300 летательных аппаратов. Наиболее масштабным является учение «Защитник Европы 2021», в котором участвуют 24 европейских государства с привлечением более 30 тысяч военнослужащих. Ряд мероприятий с наступательной тематикой проводятся в Польше и странах Балтии, в ходе которых отрабатываются вопросы применения масштабных воздушных десантов численностью более 4 тысяч человек. Вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил Соединенных Штатов в воздушном пространстве сопредельных государств. Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 километрах от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь. Для приема и размещения войск передового присутствия НАТО наши западные соседи продолжают совершенствовать военную инфраструктуру. Уже сегодня завершена модернизация пяти аэродромов, что в совокупности обеспечивает базирование до 200 боевых самолетов. Продолжается совершенствование еще семи. Это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии. Активно модернизируются военно-морские базы и порты, что повышает возможности по приему десантных и ударных кораблей Альянса. В Польше создаются передовой постдарм для заблаговременного хранения техники и материальных средств вооруженных сил Соединенных Штатов. Завершена модернизация пяти складов горюче-смазочных материалов на ее территории, что позволяет обеспечить развертывание и бесперебойное снабжение домеханизированной дивизии. Осуществляется реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Уже на постоянной основе в 15 километрах от границы на полигоне Побрады находится батальонная тактическая группа войск НАТО. Реализация данных мероприятий позволяет Альянсу сократить время переброски к белорусским границам войск усиления для создания ударных группировок. Одновременно с повышением расходов на оборону осуществляется наращивание ударно-наступательных возможностей вооруженных сил Польши, численность которых к 2025 году увеличится в полтора раза и составит 200 тысяч. Формируются новые соединения сухопутных войск в непосредственной близости от нашей границы. Закупаются современные ударные вооружения. Свежий пример решение Польши о закупке беспилотных летательных аппаратов Байрактар, эффективность которых подтверждена опытом вооруженных конфликтов в Сирии и на Горном Карабахе. На юге украинское руководство с 2019 года реализует мероприятие по развертыванию дополнительных воинских формирований у государственной границы Республики Беларусь. В целях демонстрации готовности войти в европейскую семью Киев предоставляет воздушное пространство для авиации НАТО, полеты которой приобрели регулярный характер. При этом нас обвиняют в предоставлении территории для действий вооруженных сил России. Градус напряженности вокруг нашей страны постоянно возрастает. Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер. Спасибо за внимание. В содержательном выступлении вы отметили внешние и внутренние угрозы, с которыми сталкивается и в перспективе будет сталкиваться наше государство. В этой связи как будет выстраиваться внешняя политика нашей страны? Какой она будет? Сохранится ли ее многовекторность? Спасибо. Я хочу, чтобы вы понимали, что это решение Всебелорусско-народного собрания о многовекторности внешней политики, на котором присутствовал и президент как делегат и голосовал за многовекторность внешней политики, за которую нас зачастую критикуют. И также даже в нашей близкой нам родной России. Правда, не руководство России, а разного рода эксперты. С президентом России мы обсуждали эту тему. Я подробнейшим образом ему сказал, что мы имеем под многовекторность, что мы имеем в виду. Вы помните наш тезис, наша многовекторность исходит из экономических интересов. Мы экспортоориентированная страна, и нам деваться некуда. Мы продаем значительно больше, чем потребляем из произведенного. Поэтому экономика диктует нашу многовекторность. второе, чтобы вы знали, многовекторность это не так, как это понимают иногда разного рода эксперты, что один вектор на запад, второй на восток. Да нет, многовекторность это способность государства действовать во всех направлениях. Учитывая не только четыре стороны света. отвечая на ваш вопрос конкретно, мы привержены этой многовекторности в силу нашего экономического положения, нашей экономической политики. Если вектор западный пытаются свернуть, не по нашей вине, мы об этом говорили, ну что ж, основной наш партнер на востоке, вы знаете, братская Россия, у нас очень серьезно растет товарооборот с Китайской Народной Республики, сейчас мы прорабатываем очень серьезное направление сотрудничества. С Индией есть интерес по многим позициям, постсоветское пространство. Мы подвели итог за первый квартал. Да, надо понимать, что там в прошлом году и база была ну несколько низкая, так, Роман Александрович? Несмотря на это, краха не произошло. И знаете, никогда не произойдет, если мы сплотимся. Слушайте, у нас девяносто процентов с лишним наших людей. Но они тихо, спокойно, они хотят этой драки. Вот их надо сплотить. Те, кто уже там, кто нарушил законы и прочее, ну какое тут сплочение? Ребята, возвращайтесь домой, и те, кто сегодня под плинтусом, вылазьте и сотрудничайте со следствием. Будет лучше. Поэтому нам надо дисциплина и единство. От нашего не только сплочения, а действий, работы, просто говоря, от нашей работы и эффективности будет зависеть все. Все. И многовекторность, и экспорт, и импорт, все будет зависеть от этого. Если вы увидите, что я неправильно провожу политику, я уже тысячу раз говорил, вы соберитесь аккуратно, без гвалта, и скажите, надо какого-то другого президента. Я вас услышу. Сколько можно, в конце концов. Я вас услышу. Возьмете на себя ответственность и вперед. Поэтому наша внешняя политика многовекторна. И это не значит, что она между Востоком и Западом. Она по всем направлениям, там, где у нас есть экономические интересы, потому что никакой иной дипломатии и политики, и особенно геополитикой мы не страдаем. К сожалению, современные геополитические реалии показывают нам, что в отношении Беларуси нарастает террор, как вы сегодня сказали, многоплановые санкции. И мы не можем не видеть вот этих проявлений, в том числе и в инцидентах, которые были с нашим государственным флагом. На ваш взгляд, уважаемый Александр Григорьевич, как довести, донести до каждого беларуса вот эту информацию о том, что уважение и защита государственной символики, государственного флага, это защита суверенитета и независимости нашей страны, право беларусского народа жить по своим беларусским суверенным законам. Спасибо. Вы знаете, ну, несколько даже риторический вопрос, вы, в частности, на него, во второй части вопроса и ответили. Вот так вот, знаете, пронзительно, как вы это сделали сейчас, задавая вопрос, надо людям и говорить. Если объективно, вот, искусственно, время мы не ускорим. Сознание, государственную символику не впихнем искусственно. Но, вот такие ситуации, они всегда выдавливают из нас патриотизм и уважение к нашим символам. Если бы эти мерзкие министры иностранных дел в этой Латвии и этот мэр Риги мерзавцы немножко поумнее были, они подумали, кому это выгодно. Я не думаю, что им это выгодно. Ну, просто мерзавцы, все люди поймут, мерзавцы. Там есть некая кучка, наверное, может быть, не кучка, две, три, может, их 30-25%, не знаю, которые будут им аплодировать. Выборы же там говорят скоро. Но, они, если бы были умные, поняли бы, что большинство это не поймет и не поддержит. Подавляющее большинство. Так в Латвии и произошло. Да, наши эти беглые протестуны там накрутят же, вы знаете, в интернете на телеграм-каналах или где там. Они это все накрутят, покажут, что сотни тысяч его поддержали. Не дураки же, латыши. Они понимают, что они оба влезли в дерьмо, что это не их дело. Ну, висит этот флаг, вы же там сколько, 16 команд у нас там в финале на чемпионате мира, по-моему, 16 команд. И Эхафе, этот флаг международный, ну и пусть у нас вон они до сих пор в знак уважения к этим государствам возле гостиницы вывешены. И я поручил, чтобы за ними следили, чтобы их меняли. И латвийский там флаг. Мы же его не срываем. Потому что это на пользу нам тоже. Почему на пользу? Потому что, видите, как народ встал. вот такие моменты, они возбуждают в нас чувство патриотизма и преданности. Мы становимся государственными людьми, мы становимся народом, если хотите. Ну, конечно, патриотизм и войны вызывают и прочее, но нам бы очень не хотелось и было бы поменьше таких вот вещей, которые возбуждали бы у нас вот такой патриотизм. Потому что с другой стороны это не очень хорошо, не очень красиво и нам пришлось вышвырнуть отсюда этих дипломатов. Они ответили зеркально. Ну, что в этом хорошего? То есть процесс имеет одну и вторую страну. Я клоню к тому, что этот процесс особо не ускоришь без вот таких триггеров, которые происходят. Их не ускоришь. Мы должны созреть к этому. Мы должны постепенно стать народом, у которого есть свои символы. Ну, а вот эти факты я не зря вас спросил. Надо брать сенаторам и депутатам, показывать обычным людям и доносить до них правду. И не заниматься головотяпством. Знаете, даже после этих событий я часто упрекаю ответственных лиц, помощников своих, губернаторов, вертикали власти. Да и вы в этом виноваты. Вы что, не видели, что наша символика полгода тому назад стоила за облачную цену? Вы что, не видели, что этот флаг обычный человек с удовольствием бы купил, но надо было отдать ползарплаты? Вы этого не видели? Это президенту должны были доложить об этом. И президент должен был дать распоражение, чтобы эти символы продавать подешевле, где-то профинансировать, поддержать, как это везде делается. вот понимаете, вот такая обаяковость, ну может быть, даже в нашем несколько менталитете, она, ее надо искоренять, если мы хотим быть народом и жить независимым и суверенным государством. Поэтому активней надо быть, активней. Это единственное, что я могу сказать. Если вы приедете в аудиторию, вы, лично вы, я вас давно знаю, и вот так пронзительно это донесете, на завтра 100% этой аудитории пойдут и купят флаги, которые, как мне Наталья Ивановна Качанова докладывала, вроде бы подешевели. Молчит. Наверное, нет. Да, Александр Григорьевич. Ну это она получила за это, поэтому она знает. Ну как это так? Вот все, что я могу сказать. Спасибо, Александр Григорьевич. Ответ на этот вопрос. Но я это так понимаю. Ну и не забывать, что мы депутаты, а у каждого депутата есть значок. Он цвета нашего флага, под которым каждый депутат избирался. Ну не было у нас государства, что там греха таить. А нет, государство совсем другой народ. И тут четверть века мы строим государство. Я уже в выступлении говорил, что мы прошли определенные этапы и народ стал другим. Он народом стал. Но это еще не окончание. Надо дальше развиваться. В своем выступлении вы обозначили тему санкций как метода, инструменты удушения нашей страны. И мы понимаем, что это не пустые угрозы со стороны Запада. На данный момент в санкционный список вошел ряд предприятий нефтехимического комплекса, в том числе наше градообразующее предприятие нафтан. Особое возмущение, даже чувство какой-то брезгливости вызывают те наши бывшие соотечественники, которые особенно рьяно призывают к введению дополнительных санкций, прекрасно понимая, что санкционный удар будет в первую очередь направлен на простых работников, на тысячи и тысячи семей наших работников. И они, все белорусы без исключения, пострадают от этих санкций. правительством разрабатывается комплекс мер, направленных на минимизацию последствий этих санкций. Но, Александр Георгиевич, на ваш взгляд, что зависит от руководителей трудовых коллективов на местах, от нас, от общества белорусского в плане противодействия этим санкциям? Что мы можем сделать? Вы знаете, мы действительно сейчас правительству поручение МИДу отреагировать на санкции. И не только те, которые введены. Это еще полбеды. Мы не знаем, на что они дальше могут пойти. Не знаем. Но, послушайте, ответ здесь ясен, понятен. Я говорю, экспортоориентированная экономика, значит, нужны рынки. Надо просто работать на традиционных рынках, где мы уже присутствуем. В Индии, в Китае, в Африке и так далее и тому подобное. Ту продукцию, которую мы производим, она нужна везде. А учитывая то, что пандемия закрыла многие предприятия в мире, не только предприятия, но целые страны, мы оказались востребованными. И вот здесь нельзя потерять темп. Ни в коем случае. Поэтому мы будем действовать на внешних рынках, традиционных, и стараться добавить другие рынки. Основной наш торговый партнер Российская Федерация. Всякие там моменты бывают. Смотрю, там еще 10 предприятий каких-то по продуктам питания закрыли, какие открыли и так далее. Ну, в общем-то, выстраиваем отношения. У нас нет катастрофы в торгово-экономических отношениях с Россией, хотя не без проблем, это естественно. Потому что торгуем же не Путин, Лукашенко торгуют, а торгуют конкретные компании и предприятия. У них могут интересы не совпадать. Но и там под санкции все Россию подводят, все больше и больше. Мы туда попали. Я как-то президенту России сказал и публично сказал, слушайте, чего мы паримся? Все, что производит Россия и Беларусь, этого мало для того, чтобы потребить и переварить в Белорусском и Российском Союзе, в наших государствах. Нам просто надо систему выстроить и продавать. Сначала свой рынок не упустить, заполнить. И в этом направлении сегодня идет диалог. Он будет продолжен в пятницу. И он будет тоже связан с той санкционной политикой, которая направлена против Белоруссии и России. Я не хочу говорить о других государствах, но это аналогично. От вас. Знаете, от вас надо единственное. Ну, слушайте, ну, насколько, конечно, замусолили немного эти тезисы в советские времена. Каждый на своем рабочем месте сделает то, что вы должны сделать. Больше ничего не надо. Руководители компании, которые попали якобы под санкции или попадут, шевелиться надо. Ой, как будем сильно мы вас шевелить, потому что все рассчитывают. А вот президент поедет, договорится, а мы потом не выполним успешно. Да, президент, для того, чтобы прорубить окно. Вы знаете, что если я куда-то еду, следом целый шлейф министров, руководителей предприятий, которые заинтересованы работать с этой страной. Как недавно было в Азербайджане. Я чего туда поехал? Это только начало, несмотря на пандемию. Для того, чтобы в это трудное время, когда я говорю все закрылись, вскочить хотя бы в предпоследний вагон уходящего поезда. Там огромные работы по восстановлению, они не отказались нам поставлять нефть. Вот я с Алиевым недавно разговаривал, Ильхамом, поблагодарил его, да нет, ты не переживай, мы не будем поставлять вам, несмотря на какие-то угрозы. То есть щевелиться все должны, начиная от президента, я уже не говорю о правительстве и руководителям предприятий, это наша с вами общая работа. Ну а на местах люди должны делать свое дело, только свое дело, не надо из кожи вон лезть, надо сделать каждому свое дело и будет нормально. Поэтому давайте делать каждый на своем участке то, что положено. Тот, кто не будет делать, будем не просто шевелить, один раз шевельнем, а потом простимся. Потому что вот эта обаяковость одна из причин прошлогодних вот этих выступлений. Не надо валить только на них, что вот они предатели, коллаборанты, дети, внуки, тех, кто вот здесь у нас с Владимом Палычем, вот их родители сидели здесь с нами в парламенте. Мы это в Денцука вячорку. Слушайте, мы его знаем всю подноготную. А сегодня это сын его там, Франек этот. Фу, вырос, вырос в Америке, а уже внуки появились их. Вот Михаил Иванович тоже машет головой, тоже с ними все время воевал, как истинный полишук. Поэтому мы их знаем. Но они, конечно, мерзавцы. Но давайте посмотрим на себя. Мало того, что само успокоились, так где-то недорабатывали. И где мы знаем. Мы просто об этом сейчас не говорим. Поэтому давайте шевелиться. Шевелиться, работать, где только можно. Но на своем рабочем месте прежде всего. И мы все должны проникнуться вот остротой сегодняшнего дня. И прежде всего руководители предприятий. Если руководитель предприятия как я говорил разденется и будет работать, слушайте, мы даже разговаривать не будем о том, как выстоять. Мы даже париться на эту тему не будем. Поэтому надо шевелиться руководителям, задействовать трудовые коллективы, которые очень многое поняли. А министры должны помогать. Что касается правительства, меня там руководители парламента и прочие депутаты вот так же не заржавеют. Мы свою работу уважаемый Александр Григорьевич, спасибо за эту встречу. Действительно приковано внимание всего мира к этому залу, но эти акценты и ответы на вопросы важны прежде всего нам, белорусам. Но тем не менее, позвольте две цитаты из вашего выступления. Первое, вы сказали справедливо, что страны Запада дают свои оценки как подкопирку, но там это называется европейская и североатлантическая солидарность. Вот Украина, она еще не член НАТО и не член ЕС и непонятно когда будет, но уже такую солидарность проявляет. Вторая цитата. Вы сказали, что Беларусь не останется в одиночку и эти вызовы касаются не только, а может быть и не столько нас. Но, наверное, и мы вправе рассчитывать на определенную солидарность наших союзников. В первую очередь главного союзника Российской Федерации и нашего, как записано, железного, всепогодного союзника Китайской Народной Республики, да, наверное, и других Евразийского Экономического Союза, ОДКБ. Ожидаем ли мы в ближайшее время каких-то действий и оценок с их стороны? Или, возможно, если это можно озвучить, уже сейчас проводятся какие-то консультации? Спасибо. Вы знаете, и Россия, и Китай, они молодцы. Они здорово нас поддерживают, помогают. Ну, Вадим, ты же сам знаешь, что у каждого свой стиль. Русский человек, россиянин, он рубашку рванул и пошел. Китайцы, они аккуратные, осторожные, без шума, без пыли, без гвалта будут делать. Они не будут рвать рубашку, а нам и не надо. Китай, это, понимаете, какие-то знаки мелкие, казалось бы, но это Китай. Тихо, спокойно. Что нам надо? Вот в разговоре с Дзиньпином, он у меня спрашивает, что надо, пандемия там и прочее. Ну, вот когда два станка передал, потом еще разговор, маски печатать. Напечатали всему миру уже в Беларуси. Целую индустрию создали. Вакцины, говорят, я пришлю. Второй раз, я еще пришлю. Самолеты присылают бесплатно. Китай страна, которая не любит шума. Она тихо, спокойно делает то, что должна делать. Не сразу, не быстро, но делает. И товарооборот в Китайской Народной Республике, я его попросил, помоги с экспортом. Рынок то огромный. И то, что надо, говорю, на конкурентной основе. Он распорядился в правительстве и по китайскому направлению у нас рост, из премьер-медоклада, по-моему, то ли 25, то ли 27 процентов в целом в этом году. Это хорошие темпы. Что касается Российской Федерации, я же говорю, там не без проблем. Потому что там, вы же видите, разные люди, разные интересы. Но россияне, ну, я не скажу, что у нас ухудшились отношения. Наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения, в том числе предприятий, которые попадают под санкции. Никто там речи не ведет о сдаче суверенитета. Еще раз, Вадим, тебе и другим повторяю, сдача суверенитета это не со мной. Даже ты, по-моему, с кем-то говорил о том, да Лукашенко не может сдать, потому что это его ребенок, Беларусь. Это мой ребенок, я его своими руками создавал. Когда ты еще маленьким-маленьким был, я начал это делать. Как я могу собственно-ручно это все уничтожить? Это не со мной. Если вы это захотите сделать, все, ребята, делайте, но не со мной. Это ценность, неприходящая, мужики, неприходящая. Никогда нам не будет счастья, если нами кто-то будет управляться. Никогда. Мы были под Польшей до 1939 года. Недавно твои коллеги показывали по телевизору. Четыре класса, как фашисты, хватит. Школы нет, того нет, этого нет. И мы вообще не люди были. А если бы еще дальше это продолжилось, до сих пор, ну, мы не просто не сидели бы здесь, в этом зале. Наших бы детей просто не было. Выкрутимся, и Россия, и Китай, это наше ближайшее и постсоветское пространство. Прорвемся. В ответе на один из вопросов вы уже сказали о принятии в целях обеспечения национальной безопасности и суверенитета нашей страны декрета номер два. Еще недавно никто бы не мог подумать, что в нашей стране потребуется принятие именно такого документа. И я хочу сказать, что абсолютное большинство граждан нашей страны и все здравомыслящие люди в мире искренне хотят, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах не наступили основания для применения этого декрета. И тем не менее, уважаемый Александр Григорьевич, как готовился этот документ и какие чувства испытываете вы как президент нашей страны, как человек даже от самой теоретической возможности обсуждения, прошу прощения, возможности покушения на вас и на вашу семью. Спасибо. Ну, вы знаете, для меня, слушайте, меня убивают 25 лет. 25 лет, особенно после всех выборов, вон, Давычка пусть расскажет, как было, в каком году по стеклу это? В 10-м. В 10-м? Ну, я знаю, его компания готовила этот фильм, я его еще просил, говорю, покажи все, что осталось после их мирной акции. Помнишь, эти топоры, заточки и прочее, когда мы их пугнули от дома правительства, когда они на штурм пошли. Ну, это же было всегда. А еще раньше, тоже он помнит, приезжали с трезубцами, переворачивали у нас автомобили на проспекте независимости, и просто об этом не говорили. Как-то неудобно, я требовал, чтобы молчали. Потом перешли еще и на детей. Потом тренд был не то, что там замочить, взять в заложники детей. Ладно, меньшего возьмем. Постоянно это все было. Сейчас это приобрело очень опасный и острый такой характер. Потому что вы видите, кто работает. Они поняли, ну, кто главная тут фигура. Как они говорят, на ком все держится. Его, вот он рухнет, а потом все полетит. Поэтому у меня не было выхода. Документ, мне никто его не сомневался. Ну, слушайте, кто мне? Это была моя инициатива. Я должен был сохранить своего ребенка, Беларусь. Конечно, приятного мало. Я тоже не ожидал, что мне придется на это идти. Но я по этому поводу особо не переживаю. Честное слово. Я не хожу и не дрожу там. Наоборот, службу безопасности предупреждаю. Никаких излишних шевелений не должно быть. Меньшим числом несите свою службу. Вы отвечаете за жизнь президента, и вы должны обеспечить все безопасность. В том числе военных. Вот имейте в виду, если со мной что-то случится, вот они пусть и отвечают. И Кубраков, и Тертель, и Хренин. Я их воспитал, я их вырастил. Это мои дети. Ну и пусть за батьку отвечают. Вот такая моя позиция. Уважаемый Александр Григорьевич, 19 мая в овальном зале состоялось совместное заседание депутатов Палаты представителей членов Совета Республики, в ходе которого прозвучала инициатива, которая до этого была предметом многочисленных дискуссий на диалоговых площадках, прошедших в нашей стране. Эта же инициатива была предметом рассмотрения на заседании Конституционной комиссии, всесторонне рассмотрена и единодушно поддержана. Речь депутатов всех уровней. Скажите, пожалуйста, как вы, как глава государства, оцениваете эту возможную конституционную инновацию и способна ли синхронизация выборов представительных органов власти нашей страны в целом способствовать развитию Института представительной демократии? Спасибо. Вопрос даже не в развитии демократии. Развитие демократии, смотрите, избрали парламент, избрали и развивайтесь. Слушайте, развивайтесь. Я самое заинтересованное лицо. Самое главное потому, что я не вечный. Я должен сейчас после себя что-то оставить такое, которое останется на века. Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, после вас в том числе. Поэтому дело не в демократии, а дело в том, чтобы меньше было этих поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите. И я к чему это все говорю? Я сторонник того, чтобы все-таки парламент работал и Советы пять лет. Не четыре года, пять лет работали. И чтобы была разбежка между президентскими выборами, между президентскими выборами и выборами Совета и парламента в два года. Не каждый год, а в два года. Ну, это нам предстоит еще подумать, как это развести. но в единый день голосования. Пожалуйста, вопрос у депутата Думбадзе Тангиса Шукриевича. Пожалуйста. Сегодня мы, депутаты, работаем, встречаемся с людьми. Поверьте, Александр Григорьевич, очень много из них, из тех, которые калиблятся, с ними можно работать. Можно переубеждать. Просьба здесь, в этом зале, очередной раз, чиновники среднего звена. Ну, немножко растряситесь. Помогайте всем нам сохранить страну. Может, пора нам в отношении вот этой внешней риторики, когда даже вот вчера, обсуждая вот этот случай с флагом, я все-таки два предложения в фейсбуке написал, что стыдно и позорно, как себя ведут и опасно наши соседи. И вы знаете, наши земляки начинают, вот соседи думают о народе. И я им ответил, ребята, о народе думать не может чужой, потому что если в нашем доме есть беда, ее можем мы сами с ней справиться. И вот эту риторику поменять, чтобы заставить всех уважать нас. Вот, на ваш взгляд, не пришло ли время это сделать? Мы со своими бедами справимся, потому что белорусы консолидированной нации. Но, во внешней политике, наверное, уже стоит поставить такую, знаете, жирную точку в том, чтобы нас уважали. Ну, я даже возразить не могу, потому что сегодняшнее все мое поведение в парламенте как раз об этом говорит. Но то, что вы сказали, ну, лишний раз для министра иностранных дел вредно не будет. Нам действительно надо без указаний президента, пока пальцем там не покажет, не ткнет, действовать. А вот то, что вы сказали по вопросам, это, конечно, традиционный упрок нашим чиновникам. Ну, значит, еще не преодолели нервность или же безразличие, скажем, к людям. Это страшно. Есть, казалось бы, мелочи для нас, а для человека это жизнь. Вот она одна живет, а ей забор надо поправить, потому что если и есть сын, он где-то во Владивостоке, а может и детишек нет. Поэтому это вот ваше дело, но вы должны настойчиво требовать от тех, кто должен помочь или решить вопрос. Не бывает мелочей. Все начинается с мелочи. За сильную и единственную нашу любимую Беларусь. Наверное, белорусы за годы вашего президентства очень хорошую страну построили, что ее хотят или кому-то присоединить, или разделить. Вот, но как только вы встречаетесь с Владимиром Путиным, сразу начинаются какие-то улюлюканье и так далее, мол, диктатор сдае Беларусь. Кто сдает Беларусь, мы знаем, они сидят сейчас в Вильнюсе и Варшаве. Но пусть они сдают ту Беларусь, которую построили. В преддверии вашей встречи в Сочи, скажите, Александр Георгиевич, какая-то повестка можно озвучить? Вы знаете, да, почему нет, я не буду называть конкретные вопросы, потому что конкретные вопросы, они вот в одну строчку не выработаны, это будет последний день, но это в основном экономика. Это экономика в связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и вокруг Российской Федерации. Как мы будем двигаться дальше, когда мы встречались в последний раз, я говорю, ты знаешь, не буду мозги забивать, правительство работает, премьер-министры, мы нарезали определенные задачи, но в целом хочу тебя попросить об одном, то, что не можете решить, не надо, там же хватает проблем, но нам какая поддержка нужна? Главное, чтобы не было препятствий, каждый решает свои вопросы, нам главное, чтобы этот локомотив двигался, чтобы он не остановился, чтобы это не было инерции, двигался, двигался по инерции, остановился, поэтому вот президенты часто встречаются, чтобы подталкивать эти процессы, поэтому повестка дня формируется, в основном это экономические вопросы, как жить дальше, чтобы не обрушилась экономика. Уважаемый Александр Григорьевич, вот мне хотелось бы услышать ваше мнение по поводу необходимости оптимизации существующей системы местных советов депутатов, и на ваш взгляд, какова роль первичного звена в обществе? Спасибо. Вот у нас тут главный триггер этого, это Лидия Михайловна Ермушина, она против существования этих советов, и она права в том плане, что они слабо работают, мы их не задействовали как надо, хотя я был в свое время депутатом этого местного совета. Я очень хорошо знаю эту работу, ну ясно, я был руководителем, и от меня все зависело, и работа сельского совета, и так далее, но тем не менее, я старался быть хорошим депутатом местного совета, и знаю, что там можно решать, что нет, в советские времена. Тогда еще больше Лидия Михайловна была формализма в советские времена с этими советами, что не так? Партия все решала, занималась, там, ну, районный совет, чем-то, и знаете, с другой стороны, ну, от сельского совета, ну, а что по большому счету от них потребовать? Но я склоняюсь к чему, чтобы я за сохранение их, почему? Понимаете, во-первых, надо сформировать качественный состав, подумать, какое там будет количество, может даже их и уменьшить, это будут бойцы на месте, если мы качественно изберем, это будут люди, на которых и вы даже будете опираться, не говоря о вертикали власти, ну, кто живет на селе и в поселке, там же 30% стариков, а может быть больше, им то и много не надо, просто встретиться и поговорить, это тоже важно, пока мы не старики, Татьяна, мы этого не поймем, а будем такими же стариками, и хочется где-то поговорить, там, на президента поругаться, президента похвалить, и тот же забор починить и организовать, там, в агрогородке еще где-то, скоро-то одни агрогородки останутся, чего-то там сделать, и надо сделать так, чтобы в каждом агрогородке был совет, вот этот, ну, чтобы производственные структуры их как-то прикрепить, а может быть и два хозяйства, два агрогородка будут в совете, но желательно, чтобы в каждом, то есть, надо определить роли места, полномочия и качественно избрать совет, даже если они не будут так эффективно работать, как Лидия Михайловна хочет, а надо, чтобы они эффективными были, ну, так у нас будут эти штыки, мы же в деньги не платим, и потом, это тысячи человек, у которых будут вырабатываться, ну, вот это не только внутренний патриотизм, но у них будет вырабатываться некий стиль работы с людьми, как бы там ни было, я же говорю, я был этим депутатом, идешь с этим значком, как-то гордость берет, что ты вот депутат, так я был руководителем, а попроще люди, как они это ценят, то есть это еще школа, если можно сказать, воспитание людей. В Конституции наша республика определена как социально ориентированное государство и в значительной степени в отношении молодежи. Действительно, сегодня государство очень много делает и создает необходимые условия для более полной и максимальной реализации потенциала молодежи и в особенности молодых семей. Вместе с тем, такая социальная направленность некоторыми молодыми людьми воспринимается как данность. Как вы, уважаемый Александр Григорьевич, полагаете, может быть сегодня уже назрела необходимость поднять на конституционный уровень такой принципиальный подход по возложению на молодежь социальной ответственности и предусмотреть не только гарантии для нее и всяческое содействие государства, но и обязанность ее активного и ответственного участия в сохранении белорусской государственности, формировании национального самосознания в политическом, социальном и экономическом развитии нашего государства. Светлана, я абсолютно за идею, но все, что ты сказала, это касается всех граждан Беларуси, в том числе меня, тебя и депутатов. Вот это для всех. А как вот это прописать, чтобы отдельно молодежь загрузить, ну это уже, наверное, вам надо придумать. Я не вижу здесь ничего плохого и наоборот даже поддерживаю, потому что мотивация одна, они будущее. Мы уйдем, а молодежь останется, ну я тебя тоже туда еще причисляю, вот, поэтому, вот как это прописать, а идея хорошая, она касается всех, но как вычленить и обязать, акцент сделать на молодежи, ну это уже юристы должны подумать, но забегаешь немного вперед, мы постатейно с вами, я вам это обещаю, сядем и посмотрим всю конституцию. До завершения вашей комиссии, конституционной нашей комиссии, мы может даже пару раз встретимся и посмотрим вот эти нормы, но желательно, чтобы это уже была формулировка готовая, идея неплохая. Тритала, если позволите. Уважаемый Леша, я забыл про тебя сказать, ты, вот я иногда за тобой наблюдаю и думаю не перехвалить бы только, конечно, чтобы у тебя мозги не скривились на бок, я думаю, вот вы представляете человек, другой бы и много таких я знаю людей, как их называют с ограниченными как-то возможностями или способностями, я думаю, какой он с ограниченными, он и там, и там, конституционной комиссии и прочее, и думаю, ну мерзавцы же, его надо вот где-то посадить как икону и молиться на него, господи, дай бог перехвалить тебя, не дай бог, олимпийский чемпион, активный, всегда скажет что-то, хотя я на него смотрю, думаю, у него бывает вообще плохое настроение, ну как, ну человек с ограниченными там возможностями, хотя я даже про себя подумал, слушай, мне бы столько энтузиазма, сколько у него с ограниченными возможностями и способностями, поэтому ты особо не переживай, ты человек мужественный, конечно, не мне тебе советовать, не переживай, они не знают, что с тобой делать, это я знаю точно по своей работе, знаю, они не знают, что вроде на тебя что-то там накатить, но это мерзавцы вообще, это как вот два парня наших погибли в самолете, ну вы видели, я еще и просил журналистов, покажите вот этих мерзавцев, а Иван Кубраков сейчас их, он их уже в лицо знает, он их скоро повытаскивает, и мы с ними разберемся так, каким не снилось, ну слушайте, мы славяне, мы вообще самый толерантный народ, но если человек даже плохой умирает, о нем же плохо не говорят о покойнике, а тут ребята молодые, у одного трое детей, второй только жить начинал, спасая людей, увели этот самолет, разбились, сами погибли, что писали о них, вот точно так они и тебя, я как раз вот хотел бы передать слова и какие-то может быть и пожелания, как раз вот от тех людей, которые хлебнули, как вот сейчас говорили, да, так получилось совсем недавно, три недели назад я посетил Донбасс, общественное объединение, позвали общественное объединение, вот как спортсмена паралимпийца, детки-инвалиды, которые занимаются плаванием, и вот они говорили как раз, ты лучше приглашай их сюда, они говорили, как же важно то, что мы устояли, то, что мы сохранили нашу Беларусь, потому что они действительно хлебнули по полной вот то, что дал им этот государственный переворот у них в стране, вот та кровь, детские слезы и боль, вы знаете, как только этот конфликт начался, ко мне потоком шла информация, там погиб ребенок, здесь ребенок стал инвалидом, таким как я, я не мог отказать и поэтому ну так звезды сложились, отправился туда и мы провели этот турнир для этих деток, деток-инвалидов, которые занимаются плаванием, хотят заниматься спортом, как и я. Огромные слова благодарности всему белорусскому народу, который устоял, нашим силовикам и вам, как главе государства, который в нужный, важный, ответственный момент смог взять ситуацию в руки и сохранить нашу страну, сохранить мир и порядок, сохранить жизни нашим детям. Это говорят люди Донбасса, у которых слезы на глазах не просыхают. И, знаете, я был с небольшой такой гуманитарной миссией и, может быть, если вы позволите, я бы смог, может быть, как-то подумать над этим направлением, может быть, восстановить какую-то нашими силами, наших граждан, те, которые ко мне обращались в благотворительный фонд, восстановить, может быть, какую-то церковь, может быть, детский сад или школу. Если вы поддержите, я с огромной радостью возьмусь за это дело. Наладить социальные такие вот связи и гуманитарную миссию. Считай, что решили по известному тебе каналу, постарайся передать свои предложения. Мы действительно вот не дорабатываем здесь. Надо, конечно же, поддержать людей. Абсолютно поддерживаю это. Спасибо, дорогой Александр Григорьевич. С уважением огромное. У меня вопрос ко всем нам. Есть граждане, граждане нашей страны, которые призывают к санкциям. Они понимают последствия для трудовых коллективов, для пенсионеров. Они часто говорят мы опустим экономику и поставим на колени силовиков. Силовики не станут на колени. У нас не такие силовики. У них есть главнокомандующие. В первую очередь они опустят пенсионеров, бюджетников, социально незащищенных людей. И у меня есть вопрос вот просто к парламентариям. А почему должны платить за это все? Есть граждане, которые призывают к этим санкциям. Это четко сформулированная просьба. Особенно, понимаете, многие относятся безответственно к социальным сетям. Вот я написал и плевать. В свое время мы им разрешили писать в соцсетях. Они заполонили улицы и сгадили город Минск. Спасибо мэру города Минска, что он сказал, что они будут усиливать ответственность лиц, которые портят городское имущество. Я приводил пример. У парка нашего, сквер, где оперный театр, стоят эти тумбы. Каждая тумба стоит 15 тысяч долларов. И зарисовали этими флагами. Но это же кто за это заплатит? И вот я хочу сформулировать каким образом мысль. Первое. Жесточайшая ответственность должна быть за призывы в любой социальной сети к санкциям. Это ответственность. В Китае за это сажают. И второе. Надо пропорционально посчитать. Кто конкретно призывал к санкциям? Вот он призывал, он писал, прошу призвать, он писал письма в соответствующей организации. Надо посмотреть, какая собственность у него, какие предприятия. Пускай платят повышенные коммунальные услуги. Сейчас уже платят. Тогда они будут понимать, что за это есть ответственность. Пора заканчивать быть добрыми. Потому что нас пытались вытирать ноги, когда мы были добрыми в августе. И все стали начали ныть. Если бы у нас не был президент стойкий и не было рядом сплоченной команды, нас бы опустили. Слава Богу, мы не такие. И второй вопрос по международной повестке дня. Понимаете, многие в Европе забыли, что в наших венах течет кровь победителей и освободителей. Сегодня они козыряют своими доходами, козыряют своими технологиями. Фармацевтика Германии это опыты на наших стариках, на наших детях. Вот те, кто самые лучшие технологии, американцы потом забрали у немцев. Как может страна кресла, кожа, кожа и людей кресла не обивали, они сегодня нас учат, как вести, так скажем, в нашу внутреннюю и внешнюю политику. Когда Беларусь протягивает руку, они должны опускать глаза. Так вот, вопрос в каком контексте. Они привыкли к тому, что у нас есть де юре субъект международного права, а де факто марионетка. Многие государства даже не проводят самостоятельную внешнюю политику. Беларусь не такая. И они привыкли к тому, что встречаются два, как сказать, ведущие мировые державы и обсуждают вопросы этих стран. Мы ценим помощь и поддержку Российской Федерации. Но вот, первый вопрос, вот то, что я задал по поводу санкций, а второй вопрос по международной повестке дня. Вот будет встреча Байден-Путин. Мы уважаем наш партнер Владимир Владимирович. Но, что она должна сделать в Беларусь, какие факторы должны сыграть роль, чтобы мы были всегда полноценным субъектом международного права. Мы, республика, потерявшая каждого третьего, благодаря этому учредитель ООН, как советская БСЦР. Какие факторы должны внутри нашей страны сработать, основные факторы, для того, так скажем, объект международного права. Ну и что вы ждете от этой встречи Путина и Байдена? Спасибо. Вот, посоветую, Вадим, надо встретиться с Юрием Воскресенским. Он же там у нас целый демократический какой-то стол возглавляет. И внести предложение, он юрист, разбирается в этом, он даже сформулирует, может. Если вы на мой уровень или парламент несете предложение о ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Я тоже юрист, мы с ним можем поработать. А, ну я не знал, что юрист. Ну прекрасно, ну у него же там команда уже большая, внесите это предложение. И опять не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны. Что касается встречи Байден-Путин, ну как вы видели там, темы разные, Украина и Беларусь. Да, вот. Ну хорошо, ну пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Ну пусть обсудят Беларусь. Я не вижу здесь. Я только не знаю, о чем Байден, ну Путин то в теме. Да. А что Байден будет говорить по Беларуси? Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где это Беларусь находится. Беларусь, Беларусь. Они ведь не владеют абсолютно обстановкой ситуации. Но вообще, вот публично хочу пригласить вообще, пусть приезжают в Беларусь, если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, сядем, обсудим все проблемы, выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Откровенный будет разговор, а сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси смешно. Потому что он не знает наших проблем. Ну я знаю, что Путин с удовольствием приедет в Минск, ну и пусть он соглашается. Вот это будет обсуждение. А это очередной раз дать сигнал, там чего-то придавить. Я даже знаю, что Путин ему скажет по Беларуси. Потому что я знаю, что он ему по телефону в разговоре говорил. И Пайдену пришлось оправдываться. В этом плане Путин очень порядочно поступил. Ну а может быть рискнет, мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы на любую сядет. Не будем истребителей поднимем и будем сопровождать от границы с Польшей, со Швейцарией. Три истребителя. Я часто поначалу я помню приезжал в Турцию на подлете самолет. Это не Эрдеган был еще президентом. Смотрю в окно. Господи, слева, справа F-16 летят. Думаю, что-то такое. Ну а у них принято было. Высокий гость сопровождение истребителями. Мы три поставим. Два сбоку и у хвости один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому милости просим. Ждем его в Беларуси. Вот тут обсудим белорусскую проблематику. Но то, что он будет с Путиным обсуждать, я знаю, что президент Путин всегда поддержит нашу позицию. Потому что она справедлива. А по этому первому вопросу внесите предложение. Все-таки в историю войдете хоть этим. Александр Григорьевич, вам спасибо за то, что мы здесь, благодаря вашей позиции, чувствуем себя гражданами суверенного государства. Спасибо вам. Так будет всегда. Не волнуйтесь. Так будет всегда. Спасибо. Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? У нас сегодня уникальная возможность услышать от Александра Григорьевича ответы на очень важные вопросы, которые были у нас. Но в любом случае Александр Григорьевич просил не ограничивать эту встречу. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Ну, тогда, уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить Александра Григорьевича за столь великолепную встречу, обстоятельные выступления и ответы на актуальные вопросы, которые были у нас. Уважаемый Александр Григорьевич, мы парламентарии заверяем вас в своей готовности и впредь отстаивать мир, порядок и стабильность в нашей стране, доводить правду до нашего народа, то, о чем вы сегодня говорили. Мы четко понимаем, что будущее нашей страны зависит от каждого из нас. И мы обязаны сделать все, чтобы сохранить нашу родную Беларусь спокойной, суверенной, независимой, именно такой передать ее нашим детям. Благодарим всех за работу, всего доброго.